Еще нет понимания, как жить, если убрать оценку себя. Для меня она как мотиватор моего роста и развития в сравнении себя прошлой и на текущий момент. Внешность, успешность, состояние, удовлетворение собой, реализация поставленных целей и тому подобное. Я просто не совсем понимаю, как двигаться вперед без понимания, осознавания своего роста, полезности, развития. Это супер вопрос, потому что мы привыкли на это опираться. Я есть Бог, но рядом со мной другой Бог, и он живет по-другому. И я должен относительно его кем-то стать или их. Если вы осознаете, что весь ваш рост, вся ваша значимость, она всегда относительно кого-то. Ведь что такое, допустим, даже богатство? Я хочу быть богатым человеком. Относительно кого богатым? Если никого рядом нет или, наоборот, все имеют определенное состояние, как на уровне их, ну, у всех вот, или денег нет, допустим, как стать богатым? Или вы один в этом мире, как стать богатым? Мы всегда богатеем за счет сравнения себя с кем-то. У меня денег больше, я богатый. Или другой человек говорит, у меня денег меньше, и я не богатый. У нас все идет на сравнение. Я имею свою школу, я реализованная. А другой не имеет этой школы, он не реализованный. Все время все относительно. И когда вот это относительно приходит в понимание, что я делаю всегда что-то относительно, не уходит энергия достижения. Вы все время действуете. Я же тоже все время двигаюсь. Но не относительно кого-то, а относительно себя. И опять же, себя не через но, не через сравнение, а состояние просто себя как проявления. Я себя просто проявляю. У меня такой механизм моей природы, что я постоянно в движении. Я никогда вообще днем не отдыхаю, не болтаюсь без дела. Просто природа, воспитание звезд, планет, я не знаю. То есть я постоянно в действии. И это не значит, что нет желания сделать больше, сделать лучше, быть полезной, быть нужной. Даже заработать там. Это все нормально. Но опять же, это не первостепенно. И не относительно кого-то. Не относительно даже той задачи, которую я поставила, относительно какой-то мотивации. И понимание того, что это важно, но опять же вторично. Потому что все это все равно мне не принесет той радости, того счастья, которое не заканчивается. Все мои достижения, все моя удовлетворенность, с какими-то достижениями. Оно будет все равно временное. И мой ум, он будет все время недоволен. Когда я иду через но, через сравнение, через внешний объект того, что мне нужно сделать, а не через внутреннее. Я понимаю просто, что я по-другому не могу. У вас у всех бывают состояния, когда вы в такой благости, вам так хорошо. Что вы делаете? Вы этой благостью, этим состоянием начинаете делиться. Это называется проявить себя через свое истинное предназначение. Набрать эту благость и поделиться этой благостью с своими ближними людьми, своими дальними людьми, своими знакомыми, своими незнакомыми. То есть отдать вот это предназначение, вот это благость, вот это реализация. Тогда, когда меня много, и я чувствую вот эту энергию, и я просто хочу ей поделиться. И тогда социальные вещи, они будут сами по себе происходить. И реализация, и финансовое благополучие, и отношения с близкими, с дальними, с родственниками, с родителями, с самим собой в первую очередь. Оно все будет происходить без напряжения, потому что когда вы ставите социальные задачи относительно каких-то, опять же, долгов и концепций, сколько у меня должно быть, сколько я должна там зарабатывать, как я должен выглядеть, то это все будет идти как раз через напряжение. То есть я должен, я обязан, мне надо двигаться, целеполагание и так далее. То есть это на каком-то этапе жизни это помогает. Я тоже свою жизнь жила через цели, достигаторство, карьеризм и так далее. Но я просто осознала, что в этом нет спокойствия, тишины и радости. Это постоянное напряжение. Зачем? Ради чего? Чтобы потом упасть и больше не встать? Ну, я имею в виду упасть, там заболеть и свалиться в эмоциональном истощении. Потому что люди эмоционально истощаются очень сильно на таких вот целях достигаторства. И у них есть все, но они полностью несчастны. Хотя у них есть все. Они внешне рисуют картинку, чтобы у них все хорошо. Но слава богу, мне мир приводит таких людей, и я вижу, как они живут и чем они живут. Я вижу совершенно другую картинку, не обложку, а другую их сторону жизни. Жизнь. Жизнь.